В Олегминском районе прошла выездная коллегия Министерства транспорта. Какие обсудили вопросы в материале Елены Фаст. Более 20 вопросов были обсуждены на выездном заседании коллегии Министерства транспорта и Дорожного хозяйства Республики. В качестве иллюстрации большая делегация выезжала на места, где вопросы очерчены наиболее остро. Олегминский косогор, вынуждающий ни одного водителя крепким словом одарить и дорогу, и власти. Машины вообще вот так вот не могут ездить, поэтому потом так ездят и все. Речной порт, где в летний период как гостям, так и хозяевам нет возможности цивилизованно дождаться отправки. Самый острый вопрос. Ну там бабушка, женщина. Там когда волна стоит, вообще страшно. Практически каждая проблема была конкретно указана и проговорена на местах. Уже на совещании собравшиеся подытожили мнение, хотя с мест шли дополнительные вопросы. На слега и город обеспокоены тем, что большегрузные машины, работающие на мегапроектах, разбивают и без того хлипкое дорожное покрытие, особенно весенне-осенний период. Возмещения нет, нет средств на такие ремонты и в районе. Не все проекты получили положительную оценку, но сдвиги есть. Конечно, возрастает интенсивность грузопоток по этой автомобильной дороге. Это связано со строительством магистрального газопровода «Сила Сибири», эксплуатацией нефтепровода ВСТО. Поэтому сегодня мы рассмотрели вопросы организации весового контроля, возмещения вреда, наносимого тяжеловесными машинами в Дорожный фонд Республики Саха-Якутия. И эти деньги должны направлено направляться, конечно, на ремонт, на приведение в нормативное состояние республиканской автодороги «Умнас», которая проходит по территории Алёкминского района. Это первый вопрос очень важный. Ну и второй вопрос в присутствии двух администраций, и Сунтарского луса, и Алёкминского луса. Рассмотрели вопросы об устройстве зимника Алёкмин-Сунтар и принятие его в республиканскую собственность. Мы считаем, действительно, есть необходимость. Елена Фас, Максим Копылов, НВК Саха, Алёкминск.